сегодня у нас 28 июня 2018 года время этого после завтрака вчера мы тут валили липу вот сейчас ответки обдирают сказали листочки можно запаривать на чай сестрички братья перебирают сегодня в интернете зарядил про липу то что мы вчера говорили липу там берут все точно так и есть но как она быстро уничтожается потому что легко пилится а чтобы вот этого собрать надо свалить ее поэтому целые леса вырубают но она растет быстро липа вот россия нас четыре липки мы пересадили одна на русскую печь пошла вывалили полную корчагу вторая тебе в сараге салат посушили а третья липа пошла в гараж машина нет да хоть липа кто увидит липовая машина трипан от всего от всех болезней так говорят все какое растение не возьмешь все время все от болезней от каких-то от всех корень солодки тоже очень полезно все все у бога полезно хорошие у нас тут шишечка нарастет называется идея он не слушается это идея его прогладишь он как новенький стоит смотри там выбирает сколько полную ту корчагу унесли удавили унесли сейчас матушка сидела тут матушка всем образец утром шесть она в надежде ночевала чтобы домой не ходить сразу на работу до шести часов она уже на работе у нее кажется четыре огорода она везде поправляется одна я взял тяпку у него тяпка она пошла видимо забыла ее даже я говорю вижу давай потащу да я сама весны ни разу не тащила в надежде васильна раза два на день почему вот вопрос стоит почему а больше матушке никто не работает единственное время отдыха у нее когда храм приходит она приходит и садится я посмотрел как она садится смотри я обязательно надо съесть но и надо перекуп поклониться когда батюшка ходила машета она тогда поднимается вот так поднимается а садится она вот с этой позиции вот так вот а дальше все они отключаются на бац нанимали людей говорят пареную репу давить чем я на как приходит она примерно через пять минут начинает дремать а через семь полностью спит ее трогать нельзя потому что так главный агроном она морковки нам дает иногда пусть отдыхает человек пришел храм божий и к нам пришла она батюшка ничего не скажет а счет скажет только хуже будет время от времени батюшка ходит кадилом как пчел окуривает и чтобы люди хоть маленько проснулись отлипки от стен а люди стоят поворачивается от людей на себя еще благодать черпает руками а на самом-то деле он кадет иконы не стены не нас за батюшка или я конверска делом и за него как вертуха и крутится этого не надо делать надо спокойно стоять и не дремать богу молиться в городе вот такую работу я тебе могу заранее сказать это на миллион ни одного нету ну может быть один где-нибудь там почему потому что заражено все взять ничего нельзя в городе даже растет а питаться нельзя около дороги корова я с траву и молоко пахнет бензином около трассы вот так а у нас не пахнет она бензином почему его бензина нет своровали уже соседние народы накачали сразу три канистры а что если корова есть возле железной дороги возле железной дороги там редко поезда идут а вот возле дороги где машины идут там ой-ой-ой газы бензопрены всякие и корову туда не надо отпускать одну смотри думал я вчера что придется мне еще эти веточки вытаскивать я их туда сложил а сейчас хожу вытаскиваем кучу уже а потом привезем на костер в пятницу людей позовем костер картошка была в лагере ну а теперь без лагеря все равно весело даже уца стала да да не видишь ага сейчас так я маленько у нас племянники два и даже три там негор еще один ну они жили у деда но там молятся все таки и вот он вернулся когда тут и с одним играет а что-то не по его сделал то ну допустим какой-то иван там в орлам или кто-то он упал куда выговорит удар ему по голове чтобы не лесно готовили сама я не могу я христианин вот так папы натравливают людей эти воюйте а сам дома сидит а мне это убивать нельзя да нельзя конечно ему нельзя никак так если он даже по нечаянности убьет сам снимается ну они сейчас разведут учат разводить людей 12 причин а все 12 причин развода московской подряд а на самом деле только одна причина измена ну и причина развода по согласию оба уходят в монастырь это было и у них она так велика на да да дождик расходится видишь как вот я уже стыдиться я говорю ты бегаешь за собачкой то что ж она у тебя одна там да 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 пожалуйста да да Господь нам дает на каждый день работу при излихах. Небо тоже по-своему интересное, серые такие облака, как брови, которые хмурые у человека. Там просветление уже идет. Ну ладно, слава Богу за все, аллегория. Ну вот, продолжаем работать, липы отбирать, ветки от липы. Это у нас на чай пойдут листочки, высушим и на чай. Далее. Никогда не видал раньше, как она снимается, кора. Иди, попробуй, поснимай. Рукой просто, с корешкой. И она попутана веточки, на эти. Дай-ка сюда, ты на солнце фотографируешь, а ты еще нету там. Вот. Корень прям на крыльях. Вот какой. Вот смотри как. Попадает, она туда идет, на соседние, на сущок. Вот поэтому драли, тут и лапки из нее, и печати из липы легко делать. Разные там бочки. У нее все мягкое. И притом нету там этого привкуса соснового. Вон она как, попутно. Даже на пути встречаются сучки, и те все обдираются. Ободрали как липку, говорит, общипали липку. Это человек, о котором много что-то взяли. Вот она. Смотри, что делается. О, это чисто дерево. Пока мы не знаем, что с этой корой делать. Набрали коры много. Но, может быть, можно потом посушить и мордушки плести из нее. Это было бы дело. А что, из свежей нельзя плести? Не знаю. Из нее, которые тут ветки, то ветки все обрубить. Может быть, можно из веток. Но тут они кривые, их прямыми не сделаешь. Надо, чтобы прямые были. Ну-ка, вон ту большую возьми-ка. Вот, полеено. У каждого свой горшок. Сколько мы тут надерем сегодня? Много. Давай. Дождик идет. Спрятали все в сарай. Вот он как. Липовое дерево. Липой заменялось. Это там не липовое. Тоже считалось подмена липа. Это поддельная печать. Легко делается. Все разные вырезки. Многое это плохо. Ты раздели пополам. Она меньше тогда пропускает. Может, сучки надо срубать, плюс? Не знаю. Тогда сучки. А у нас сучков сейчас, смотри. Ты сейчас сучки отдельно протяни. Вот. А срубишь-то ничего и нет. Нет, так сучки можно потом отдельно. Ну, тут не отдельно, но хорошо обдираются. Я думаю, не надо. Видишь, как с этой. Так менее удобно просто. Вот уже ободрался. Какое тут неудобство-то? Неудобно отрубить они. Отдельно взял, вот и содрал ее сразу. Намного лучше будет. Кто бы спорить стал. Я все равно никогда не обдирал. Не знаю. Видел, как ветлу. Она на дубильные вещества идет. Кору снимали. Это уже пропащая. Целые леса вырубают это липа. Ни одного дерева не видал. Ни у березы, ни у осины. Вот так легко кора снималась. Она прям сама ее скидывает. Общипали как липу. Говорят, а сами липу мы не видели. У нас липы не было никогда. Тем более в таком виде, что можно обдирать. Что просто растет. Подходил я, видел листья. Их больше ста сортов разных лип. В зависимости от того, как листья, кора, цвет, высота. Все они разные считаются сорта. В Китае почему-то много сортов липы. Вот она. Видишь как. Уже оборвалась бы давно. А это сучков берется. На пути сучок попался. Она его обхаживает. И дальше идет уже на двое. Вот почему рубить и не надо сучки. Ну и все. Скидываю. Я думаю, вот эти, которые большие, сучки обрубить, а деревяшки сохранить. Которые большие. Вот эти вот. Потому что у нас больше липы не было и не будет. Потом тут чурку поставь прям на место и потюкай. А куда она гожит? Да не знаю куда. Но просто интересно. А если схватится куда? Краснодеревщик спросит. А нам и дать нечего. А так мы ему раз и предоставили. Собака вырвала в глины норочку тут сейчас. Даля. И легла. Морду везде все. Ничего она не может сделать от комаров. Видно наливается кровью. Видишь, как сколько комаров у них. Вот их пришел лопнуть. Вот их ударить комарам. Ну комаров-то просто рукой проведи и убрали. Да, она боится. О, с морды-то ты его убери. А ну-ка шерсть потереби эту, которая торчит. Кусками шерсть торчит. Она не понимает? Остановись руками шевелить. Шерсть подергай. Ох, поля, поля. Ну, бедная собака. Все. Ну, а ты говорил ничего нету. Все, она куски дали разбираем. В одно место кладите из них носки бывают теплые. Потихоньку обдирайте. Ой-ой-ой, попала Даля. Это каждый день надо расчесывать. Разбираю на запчасти Даля. В колодец мне попадет шерсть? А я понял, да нет. Я каждый день собаку чесал в дороге урагану. Так, подберите эту шерсть, спрячьте ее, закрутите. Она на носки хорошая. Они не понимают это. Под ноги тоже с мусором смешали все. То есть вязать не умеют. Прясть не умеют, ничего не умеют. Даже страшно сказать. Вот даже замуж выходит сейчас, она ничего не умеет совершенно. А что магазин? В магазине нет ничего и все. Картина погасла. Смотри, как сразу. Она изменила беду, а ты говорил, ничего не дают. Ну, лень, матушка. Да нет. Я когда с нее в прошлый раз срывал, у нее снова выросло. Ну, сейчас она сразу стала выглядеть. Уже нет этой шерсти. Ты так, не рви ее. Бери аккуратно. Куда она идет, шерсть? Вот так и туда и берай. Кверху рвет ее. Не надо здесь ложить. Не надо на крышку. Отдельно где-то. Положите там где-то в траву или еще что-то затолкать. Там мешочек надо сложить. Мешочек. Попроси мешочек на кухне. Смотри, сколько убрали. Еще пощеши у нее там под животом и везде. Около хвоста у нее там висят крошки, коща старой шерсти. Вот не толкнул бы и так и... То есть не любят животных. Пробежит и все. Ничему не учат. Я с собаками занимался, знаю как это. Сзади хвост у нее, посмотри какой. Прочесать хвост. Держи, чтобы она не укусила. Там холку у нее пощеши, там больше всего шерсть торчит. Держи ее. Ледная собачка. Вот, которые большие такие, эти прутья большие. Их отщикать. Которые прямые тоже отдельно. Попробовать посмотреть на что похоже. Ну, что? Ну, явно дело, что она по-другому выглядит. Она же понимает, что ее добро делают. Ну, так спокойно. С морды-то у нее сгони комаров-то. Не скажи, она не догадается. Какие у нее зубы хорошие, белые. Никакого помарина не надо. В космос посылают везде, говорит, только дворняжек. Почему? Потому что они более цельные. Природа сильная в них. А вот эти вот голуби, искусственно выведенные, они дохлые. Все время требуют подкормки, рыбий жир, там уколы. Для хлятина, так, для глаз. А дикие, да. На тяпку не запишись, а тяпку. Убери отсюда, они не поймут. Она упадет еще и резанет. Даня, ну, вот время выбрала, когда надо полежать. Вот она легла. Так, руки вымойте, идите, там в котле. Вчерпайте на руки. В рукомойнике, вернее. Ну, все, давай. Так, все на этом, кричайте. Хорошо. Руки помойте, идите, и дальше липой занимаемся. А куда щеточку? Ну, не знаю, дяде Бове отдай. Дядя Вова, мы с тобой. Руки помойте, промойте. Помойте тут, все-таки собаку брали. А шейник у нее шикарный. Ну, вот, маленько отеребили. Все, Даля. А, Даля. Она глаза туда все уставила. Ой, там Нестор. А вы не смотрели в интернете? Плетут из Липы что-то? Ну, я не смотрел. Просто некогда мне сегодня было. Время поджимает. Вот такой дом остался. Ждет хозяина. Надо у Никиты выбросить, чтобы он написал, что отказывается и никогда не приедет. Или наоборот, скажет, ищу жену, объявление пусть сдаст. Там девки, говорит, с обморок будут падать, увидят его. Скажет, какого парня упустили-то? Они на нем вешаться будут. Умные, в интернете разбираются. По ночам будет не скучно. Вместе будут смотреть что-нибудь. Как бобер одинокий живет. А ворона говорит, что одинокий? А там внизу по течению бобриха одинокая живет. Да ты что, да? И как? Очень деловая. Все заготовит на зиму. Он взял прутик и на воде написал. Бобриха. Выходи за меня замуж. Я хороший. Год прошел, ничего нет. Но видно, говорит, не показался я ей. Второй раз написал. Заготовил щурочек там всего на зиму. Будем грызти вместе. Так три года. А ворона говорит, так ты писал? Писал по воде. Палочкой написал прутиком. Так она, говорит, вышла замуж. И мне, говорит, уже бобрята маленькие. Вот ты на тебе. Как же так? Я же писал ей. Ну, видать, не такой. А тот лучше оказался. Бобриха, выходи за меня замуж. Я хороший. Ну, все. А кто это писал? Бобер. Бобер написал прутиком по воде. А внизу там на запруде бобриха жила. Ворона говорит, ты ей напиши письмо, ты она замуж выйдет за тебя. Он и написал ей. Бобриха, хочу познакомиться. Выходи за меня замуж. Я хороший. Че, Полинов? Ну, вот так. Сопельки вытирай платочком, не рукавом. Вот так мы тут живем.